Четвертый этап военно-исторической эстафеты «Салют Победе» продолжает свое шествие по Одинцовскому району. Две недели назад акция, посвященная 75-летию нашей победы в Сталинградской битве, шагнула из Барвихинского в Успенское поселение. Здесь, как и в прошлые годы, свою патриотическую вахту отстояли достойно. Наши дети, они очень ответственно отнеслись, провели массу мероприятий и школьные уроки, и мероприятия у памятников. У нас памятник, основная точка была, это наш Успенский памятник. И даже весенние работы мы проводили тоже с акцентом на данные события. То есть наши дети приходили, экипированные в военную одежду, и это наши представители юн. армии и представители Совета молодежи. От лица главы района Андрея Иванова, собравшихся, приветствует руководитель администрации Татьяна Одинцова. Это действительно проект главы «Салют Победы», в котором мы все, жители Одинцовского района, принимаем активное участие. Перед 9 мая, а буквально остается чуть меньше месяца, скоро мы будем честовать наших любимых участников Великой Отечественной войны, героев, ветеранов, детей войны, блокадников, юбиляров Сталинградской битвы. Символы эстафеты, знамя Победы, стальной штурмовой нагрудник и капсула со Сталинградской землей передаются горкам вторым. Торжественный момент, к которому в Успенском готовились все эти две недели. Теперь вахту предстоит нести горскому поселению. Руки нашей молодежи столь же крепкие и надежные, как ваши молодежи. Мы не менее патриотичны. В течение последующей недели мы будем проводить ряд мероприятий воспитательно-патриотического характера. И через неделю будем точно так же, как вы сегодня передаете. Мы будем передавать эстафету на Залевском усилении. Свой этап эстафеты «Салют Победе» в Успенском завершили замечательной концертной программой. Эмоции в зале были настолько сильны, что в какой-то момент отказала даже техника. И одной из солисток пришлось заканчивать свой номер акапелла. Вы, стрелы, не слышь, не об этом вместе с тобою мечтали мы за четыре дня до войны. В течение года военно-патриотическая эстафета пройдет во всех 16 поселениях района и завершится только в ноябре. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...